Он верующий человек. Он глубокий человек. Я думаю, что он осознает. И почему ты думаешь, что и ты осознаешь свою где-то неправоту? А в чем я неправ? Ну, ты ставишь закон выше совести. Это разные вещи. Вот мне кажется, только в этом проблема. А совесть, это же союзная весть Божия, которая распространяется на всех. А приведите пример, где я совесть ставлю выше, где я закон ставлю выше совести. Ну, вот про грагу. Вот оно, доказательство, предположим. А по закону всегда такое. Ну, так если это доказательство... Слушай, Юра, а вот сейчас очень много законов. Вот, допустим, дети, они меняют пол. Вот твои дети будут менять пол. Это же по закону. И ты вот пойдешь, или как-то... Или по совестью надо, по божьей какой-то воли жить. По совестью человек, бежит ребенок, едет... Какое это имеет отношение? Мы говорим про войну, про обстрелковую. Подождите, да. Мы говорим о совестию. Мы говорим о совести, о сопричастии к святой вести. Да. Я готов ответить на этот вопрос. Важнее для нас. Она для нас главная. Поэтому именно я... Если мои дети захотят поменять пол в детстве, я не буду... Скорректировать пол, как говорят сейчас. Я не буду рад этому. Если мои дети будут понимать, что уже когда они будут вырастут и будут чувствовать себя совершеннолетними... Это было против Бога Божьей. Подождите, нет, нет, подождите. Если они будут понимать, что они родились не в своем поле, у меня не будет вопросов к этому. Ну, что вы хотите сказать? Это против Бога. Это вот все... Это же содомия такая. А в чем содомия? Ну, то же самое. Человек родился. Понимаете, природа его родила не в своем поле. Сейчас придумывают такие законы. Это действительно, ну, как бы псевдо-правда. Мне казалось, что Бог, он про то, чтобы человек был счастлив. Это общие слова. Нет, подождите. Ты знаешь, что... И вот представьте, рождается человек... Евангелие – это самая радикальная книга, которая есть. Ты путаешь. Почитай, Юр. Ну, не надо. Ну, мы сейчас говорим, как глухой со слепым. Ну, в разных вообще плоскостях находимся. Человек не рождается для удовольствия и для счастья. А для спасения своей души он рождается. Счастье? Знаешь, что такое счастье в русском языке? Правда. Знаешь? Мне рассказали богословы, люди, которые занимаются русским языком. Еще тоже, помимо этого. Это жить счастью. То есть найти частицу Бога в своем сердце. Вот тогда человек счастлив. А если он поменял пол – это бред. Это болезнь. Как и эгоизм. Ну, это против Бога. Это человек, Господь создал по своему подобию человека. Да? Мужчина – мужчина, женщина – женщина. Он не создавал какое-то омофорное, непонятное существо. Понимаешь? И человек это нарушает. Он нарушает Божий закон. Прежде всего. Да. Я ответил на вопрос про смену пола. Вот. Какая еще претензия? Нет, ты мне не ответил. Ну, хорошо, может быть, люди услышат твой ответ. Закон, я почитаю, важнее, чем совесть. Есть просто… Совесть выше, чем закон. Есть общество. Общество, в котором можно жить и по совести, и по закону. Можно. Ну, не получается. Мне бы хотелось, чтобы именно в Святой Руси и было это, как по Бертольду Брехту, да? Полный успех. Когда… Знаешь эту, да, теорию? Нет, расскажи. Ну, 49% против и 51% за. Ну, я туда не согласилась. Ну, я бы хотел, чтобы и цифра присутствовалась, грубо говоря, интеллект и душа. Но душа бы всегда доминировала, как это Иньянь, всегда находилась выше. Хотя бы на 1%. И уже была бы какая-то гармония. А кто… Кто посадил Геркина в тюрьму? Государство. Аппарат насилия. Кто в этом виноват? Кто… Геркин. Нет, нет, нет. Кто так настроил аппарат насилия? Ну, он же просто… Он так всегда настроен. Он уже начал баламутить. Вот это… И оскорблять и все. Государство есть аппарат насилия. Он так устроен. По закону, как ты говоришь. Это Морхидей Левич сказал про это. Он же Карл Маркс. Аппарат насилия, ну, работает с разной степенью, ну, хватки. Бывают моменты, когда этот аппарат насилия, он… Юр, везде по-разному. И всегда по-разному. Этот аппарат насилия работает.